Бо! Доброе утро! Вот так я выглядели, собственно, по утрам. И лучшее зрелище. У нас сегодня за окном настоящая зима, даже падает снег. Где-то минус 4, для Европы это очень непривычно, потому что обычно мы зимой где-то плюс 5, плюс 10, и такая погода, это просто на вес золота. Поэтому я сейчас пойду гулять. Ну как гулять, я по делам иду. На самом деле мне нужно там заехать флешки восстановить и купить кое-что. Но я оделась вот так. Сейчас еще тапочки поменяю на белые кроссовки. Но мне очень нравится. У меня такой большой коричневый кожаный жакет. Прям огромный, я бы сказала. И мне нравится, потому что я в нем тону. Расскажи, что мы сегодня делаем. Мы будем с тобой сегодня помениматься. Техника, которая позволяет, чтобы волосы отрастали очень плавно, и когда натуральный цвет появляется, чтобы не было никаких волос, ничего, а чтобы был плавный волос. Ну и делается она очень долго, да? Да. Это ее особенность. Сколько мы с тобой сидим? Часов 7-8 где-то. Но сегодня поменьше же, да, сидим? Конечно. Сегодня мы будем с тобой в холод. Иначе сама можете сидеть. Делаем уход, тронированный. Класс. Погнали. Решили, что в следующий раз у лица сделаем еще светлее. Ну, я челку отрезала, а теперь хочу ее отращивать. В принципе, вечная история, мне кажется, любой девочке. Так, там красивенько? Да. Мне офигенно очень красиво. Так, ну что, я уже после процедуры. Руслан задал только один вопрос. Что изменилось? Но на самом деле цвет реально стал холоднее. Здесь не сильно видно, потому что при натуральном освещении кончики светлее, чем сейчас вы видите, и рожены нет. Надеюсь, тронирование продержится достаточно долго. И напишите в комментариях, дайте мне знать, интересно ли вам, чтобы я вас брала на всякие процедуры, болтала вот так с вами и прочее. Потому что я люблю смотреть такие видео. Сегодня из обязательных планов, которые я должна выполнить на 100%, это заказать новый комод. Точнее, не новый комод, а просто комод, потому что... О, снежок пошел. Потому что нам некуда положить разные аксессуары, очки, бананки и прочее. У нас этого очень много. И белье сейчас тоже лежит еще в разных мешках, и как-то не очень комфортно. Поэтому нужен классный комод. И вы знаете, я люблю необычную мебель, потому что это фон для моих видео, и я хочу, чтобы было что-то уникальное. И я бы сказала, уже на всех возможных сайтах ничего мне не нравится, поэтому возьмем просто обычный комод из Икеи и поменяем там ручки. Я знаю, что в Zara Home можно найти классные ручки, поэтому должно получиться классно. И еще мы хотим взять новый матрас, потому что этот очень мягкий, который у нас есть сейчас, и от него болит спина. Что вы понимали, в 22 года уже нужно думать о таких вещах, как матрас удобный и ортопедический. Вот такие делишки. И еще хочу с вами поделиться. Я просто нарадоваться не могу новыми малосами. Не знаю, почему я раньше этого не сделала. В общем, ситуация такая. У меня сегодня день рождения, и я совсем недавно проснулась. Руслан сказал собираться одеваться тепло и набегать на улицу. Там уже ждет такси, я понятия не имею, куда мы едем, но решила снимать. Вдруг будет что-то интересное. И мужчина мой привез меня в такой прекрасный парк, где есть разные зоны, разные беседки и возможность разжигать костер, потому что для Варшавы это большая редкость, чтобы можно было легально разжигать костер и делать себе такие пикники, как часто делают в Украине, в России. И я безумно счастлива, потому что мне очень не хватало таких моментов, когда ты просто едешь на природу, в спокойствии, когда ты разжигаешь костер, сидишь на это, смотришь, ешь всякие вкусности, разговариваешь. Когда в 15 лет я мечтала праздновать свой день рождения где-то на вечеринке, то сейчас для меня это очень ценно. И если это старость, то напишите мне об этом в комментариях. Закрыла, да? Закрыла? Да. Не открывай. Хорошо. Не открывай? Нет. Нет. Открывай. Нет. Все, только тепло. Открывай. Ого! Ты что? Смолосочка. Это день? Я хочу, чтобы мы с тобой были вдвоем. Деревина. Деревиноград. Наши сосиски. Ну а как же вот это вот все? Какая красота, такая природа. Вот. И ты кажешь, тебе нужно кое-что, что мы хотим подарить с Рызиномой. Не смотреть, не смотреть. Крыг-крыг-крыг-крыг. Закрыг-крыг-крыг-крыг, не смотрим. Впереди у нас много красивых, прекрасных дней. Вот. Я тебя очень сильно люблю. И скоро у нас будет путешествие. Вот. И вообще в нашей жизни все красиво. Потому что, к чему бы ты ни прикасалась, все, оно остается прекрасным и красивым. Я в том числе. Поэтому мы решили подарить тебе то, что поможет запечатлять все наши прикольные точки. Просто держи. Это огромный инстанс. А если у нас много прекрасных моментов, то должно быть очень много. Очень много. Очень. Много. Ты что? Ну, по-моему, что мы... Все-таки по бутылочке выбирали, и оказалось вкусно. Кажется, сейчас мне буду изучить кататься. Я на самом деле очень давно мечтала, и не знаю, переживаю немножко. Мога годатыйкать? Ну, как, очевидно. Ааа. В общем, он есть такие немножко с характеркой. Но, как я. Как и шеи с шеи, которые с Вальдоми Альконе. Чувствуй себя, как дома. Кончик, ты мне очень рад. Я тут анимаром. Давай. А что за тортик? Где вы это нашли? Мы это сделали. А где вы нашли вафли? Где вы нашли? Где нашли? Где нашли? Где нашли? Сегодня мой офис выглядит вот так. За что я люблю работу инфлюенсера. За то, что ты вот так дома на диванчике устраиваешь себе офис. Круто, что у нас этот диван, он конструктор. И я его соединила так, что я могу просто на нем лечь, как на кровати. И, в принципе, я всю свою жизнь учусь вот так на диване. Работаю на диване. И сейчас я ищу образы на неделю моды. А также отвечаю на всякие мейлы, монтирую видео. И если ты видеоблогер, то ты проводишь 70% своего времени, в принципе, за ноутбуком. Когда ты монтируешь, пишешь, отвечаешь и прочее. Так что я сейчас буду пить чайок и продолжать. Я, наконец, добралась до Zara Home. Единственное, в онлайн-формате, потому что магазины у нас закрыты, и понять они мне, когда они откроются. В общем, нашла здесь вот такие ручки. Их здесь огромный выбор. И белый, и жемчужный, и вот такие разные с узорами. Но мне кажется, что вот эти выглядят максимально аутентично, и лучше всего будет смотреться, особенно в сочетании с вазой. У меня есть одна очень красивая, в таком кирпичном цвете. Напишите, как вам, но я склоняюсь к этому варианту. Что ты делаешь? Как прекрасно чувствовать себя маленькой девочкой, когда я ничего не знаю. Самый кайф после дня рождения просыпаться с шариками над головой и не с цветочками. А здесь у нас стоят новые гантели, с которыми планируем заниматься, потому что спортзал еще до сих пор закрыт. У нас еще полный локдаун, поэтому выживаем как можем. Самый опасный шарик — это вон тот. Короче, ночью он отбрасывал тень какого-то чувака на стену. А мы еще смотрели страшный сериал. Да, я выхожу в коридор, а там двигается какая-то тень, мелькает, как будто кто-то бегает по гостиной. А мне ты не говорил ничего. Ну, если бы я тебе тогда сказал, ты бы никогда не уснул вообще. Наконец-таки нам пришел комод. Уже жду-не дождусь, чтобы посмотреть на него в готовом виде, поставить на него всякие вазочки и цветочки и любоваться. Ну и, конечно, будет побольше места для всяких аксессуаров и прочего. Наконец-то это не будет лежать в коробках. Вот так в итоге выглядит комод. Однозначно нужны здесь другие ручки, потому что так выглядит прям типичная кея. Хочется добавить чего-то необычного. Я уже здесь расставила свои подставки для аксессуаров. Покупала эти две в Zara Home. Конечно же, цветочки. И любимая ваза, которую я нашла когда-то в TK Maxx. Вам, кажется, тоже показывала. В нее я поставила лаванду. Обожаю, когда она стоит дома. И, в принципе, в спальне, потому что создает такой очень приятный аромат, под который, говорят, очень хорошо засыпать. А еще хочу вам похвастаться подарком. Мне Руслан вчера, на день рождения, подарил такой Instax Live 300. Это кадра, которую я хотела очень давно, потому что, вы знаете, у меня есть Instax Mini 9. Самая простая модель. Я всегда делаю очень много фотографий на него. Я обожаю печатные фотографии, потому что все-таки они по-другому воспринимаются, чем в телефоне. И в телефоне много чего может пропасть, удалиться и так далее. Это большая классная камера, у которой именно большие вот эти картриджи. И так перед нами предстоит большое путешествие по Европе и по Америке. Для меня это просто самый классный подарок, который себе, не знаю, вряд ли я бы купила сама себе такую штуку. Здесь также можно фотографировать как со вспышкой, так и без вспышки. Еще есть дополнительная такая линза. Сейчас я вам ее покажу. Она где-то у меня вот здесь. Вот так она выглядит. Я еще ее не пробовала, но кажется мне, что с ней будет еще круче. Плюс здесь есть вот это такое маленькое зеркальце, тем не менее оно есть, в котором можно видеть себя, когда фотографируешь селфи. Потому что я немножечко капельку расстроилась, что здесь его прям на камере нет. Но однозначно с этой штукой будет намного круче. Мы только что вернулись из магазина с продуктами где-то на 2-3 дня, поэтому я решила показать вам, что же мы купили. Первое это хумус. Вот такой. Я, конечно же, взяла один кроссан. Далее мы взяли дорж. Так и не поняли, как на русском эта рыба называется. Но знаю, что она вкусненькая. Нужно разнообразить наши приемные пищи. Далее к хумусу взяли такую морковку. Классно, что прям маленькая морковка в бедронке продается. Просто макаешь и кушаешь. Я люблю хумус классический, без всяких добавок. Также взяли груши. В Польше очень вкусные груши. Главное правильно их выбрать. Они просто нереально сочные и сладкие. Это один из моих самых любимых фруктов. Еще одну пачку взяли. Далее. Фета. Мы часто ее используем в каких-то салатах. Либо добавляю к каким-то овощам с пастой или с рисом. Также взяли такой творог. Две пачки. Голубику. Чтобы добавлять в какие-то мюсли, в хлопья. И в принципе это то, что пригодится. Сельдерей Руслан взял. Я никогда его не пробовала. Съел его с чем-то уже? Да. Как его обычно готовят? Ну, едят просто не как-то едят. Либо его используют в салатах с яблоками и сметаной. Или йогуртом. Очень вкусный хлеб. А он сладенький или как? Ну, он хрустящий. Хрустящая пища, она повышает выработку нейронов у взрослых. Все хрустящее. Все, что нужно много пережевывать, оно стимулирует много. Интересно. Еще паприку в трех цветах. Я обожаю желтую. Хотя не знаю, отличается ли она чем-то по вкусу или нет. Взяли гранулу, чтобы кушать вместе с голубикой. И к гранале греческий йогурт обычный. Натуральный, без сахара, без ничего. Взяли первый раз попробовать кускус. Тоже с овощами какими-то. С рыбой можно. Помидорки черри. Это то, что есть всегда в нашем холодильнике. Несмотря на ситуацию день, вообще время года, мы постоянно их едим. Это постоянно напоминает итальянскую кухню. Мы прям фанаты, если честно. Так, сюда. Пасту вот такую взяли. Обычно я беру барилла, потому что они самые вкусненькие. И креветки. Тоже очень часто едим креветки. Кеветки, рыба, тунец. Это то, что у нас обычно есть в холодильнике. Овощи вот такие замороженные. Я в университете на первом курсе. Каждый день я кушала такие овощи. Потому что это быстро и вкусно. Это был весь... А, нет, не весь анпекин. Еще мед. Липовый. И грейпфрут. Очень вкусные они сейчас. Сейчас, наверное, какой-то сезон. Поэтому мы каждый день берем грейпфрут и наслаждаемся. Еще я взяла в Шарлотт. У нас есть такое очень классное кафе атмосферное, французское. Я взяла чай. Он черный с разными фруктами. Здесь даже есть морковка. Поэтому он пахнет невероятно. Обожаю. Вот и пришли ручки, которые мы заказали из Зары. Выглядит вроде бы прикольно. Сейчас прикрепим комоду, посмотрим. Теперь сначала шайбочку. Вот эту? Да. Наделаем. Наделаем. Теперь закручиваем. Все. Ты насадишь сначала чуть-чуть. И все. Легким движением руки вы закручиваете гайку. Так, конечно, выглядит намного круче. Конечно, эти ручки не такие удобные, потому что ты берешь их вот так. То есть они не совсем удобной формы, скажем так, по сравнению с теми. Но однозначно выглядят так эстетичнее. Что вы скажете? Напишите мне в комментариях обязательно. Я вообще искала какого-то другого цвета комод. Не знаю, какого-то, может быть, терракотового даже. Типа такого, да? Или, может быть, синего. Но, к сожалению, какой-то маленький вообще выбор комодов. Поэтому пришлось взять этот. Ну, я не жалуюсь. Выглядит очень классно. Заканчиваем это видео на спальне. У нас здесь такой странный свет. Это лампы. И я хочу сказать, что вчера был реально один из самых счастливых дней в моей жизни. И я безумно рада, что у меня есть возможность делиться этим с вами. С такой огромной и просто невероятной аудиторией. Правда, для меня очень важна ваша отдача. Поэтому, если вам это видео понравилось, поставьте лайк. Напишите в комментариях, какие ролики вы хотите видеть от меня в ближайшем времени. Я буду обязательно снимать. И мы через две недели отправляемся в Украину. Летим на самолете. Надеемся, что все будет хорошо. Потому что я очень давно там не была. И безумно соскучилась по родителям, по семье. А Руслан вообще есть впервые. Поэтому, блин, мне очень волнительно, конечно. Но если вы хотите, чтобы я тоже там что-то снимала, дайте мне знать. Знайте, что я вас очень ценю. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok